Уральцы пришли на выручку. Пермские волонтеры несколько дней оказывают помощь жителям города Тулун в Иркутской области. Регион серьезно пострадал от наводнения. Отряды добровольцев съехались в Сибирь из разных концов страны. С прикамскими волонтерами пообщался Евгений Гуляев. Тулун – один из наиболее пострадавших городов от наводнения в Иркутской области. Волонтеры из разных городов начали прибывать в Сибирь в начале июля. Среди добровольцев есть и отряды из 11 пермяков. Сразу после приезда инструктаж безопасность на первом месте. Вы видели, да, какие масштабы, да? Очень много всякой падали. Коров, собак потопленных, ну и так далее. Они разлагаются, короче говоря. Все это может привести к заражению гепатитом. Поэтому, значит, первое правило. Если вдруг у вас так получилось в моменте работы, например, или еще что-то, напоролись на какой-то гвоздик. Ранка маленькая обычно заживает. Сразу же с этой ранкой нужно подойти, короче говоря, ее обработать, залепить, заклеить. Мы связались с нашими волонтерами в Тулуне. Они нам сообщили, что сейчас ситуация в городе стабильная. Угрозы нового затопления нет. С первых дней пермяки, среди которых в основном студенты и молодежь, вместе со своими соратниками из других городов приступили к оказанию помощи местному населению. Жители приняли всех волонтеров очень радушно. Они не ожидали, что столько человек откликнутся и приедут. Мы здесь будем работать до 14 числа. С 8 утра до 10 часов вечера каждый день мы разгребаем завалы. Также у местных жителей спрашиваем, что им нужно купить. И по возможности привозим гуманитарную помощь. Напомним, в настоящее время Тулун – единственный частично потопленный город в Иркутской области. По последней информации, всего за медицинской помощью с начала паводка обратились более 3 тысяч человек. Госпитализировано около 500. 23 человека погибли. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Мы живем возле самой реки. У нас дом затопило самыми первыми. И ушла в это самыми последними, наверное. Всего на помощь людям только в Тулун приехали несколько сотен волонтеров. Помогают кто как умеет. Кто-то разносит воду, лекарства, одежду по домам, разбирают завалы и прочее. Работы в городе все еще очень много. Мусор из пострадавших от паводка районов вывозят практически круглосуточно. Пока в населенном пункте остаются потопленными 200 с лишним жилых домов. Евгений Гуляев, Валерий Шикунов, Телевизионная служба новостей.